Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасьев и тема сегодняшнего видео Травмы в тренировочном процессе Конечно, существует вероятность получения травм в тренировочном процессе Травмы могут быть различными Именно сегодня мы остановимся на таком виде травм, как сотрясение внутренних органов Эта тема очень актуальна И это связано с тем, что травмы внутренних органов, так называемые сотрясения внутренних органов Не всегда сразу заметны В отличие от таких травм, как перелом, вывих или ушиб Травмы сотрясения внутренних органов На первый взгляд незаметны Но может нанести достаточно существенный вред организму человека Все мы знаем о таком распространенном сотрясении, как Все мы знаем о таком распространенном названии Травмы, как сотрясение головного мозга Но помимо этого существует и сотрясение внутренних органов Таких как сердце, печень, почки, легкие и так далее Эта тема актуальна еще и потому Что именно в детском возрасте существует большая вероятность Получения таких травм в тренировочном процессе дзюдо Почему в детском возрасте? Да потому что именно в детском возрасте Внутренние органы ребенка, в том числе мозг, в том числе сердце, печень, легкие Не укреплены и не развиты в той степени, в которой они должны быть развиты Полное завершение или полный цикл завершения всего развития физиологического человека Что касается мозга, внутренних органов происходит к возрасту 21 года До этого существует большая вероятность получения травмы под названием сотрясения внутренних органов Как я уже говорил, она на первый взгляд не совсем заметна Но имеет далеко идущие последствия Потому что любое сотрясение наносит так называемый аккумулирующий эффект И если сотрясение происходит регулярно То в последующем это может отразиться на общем состоянии здоровья человека Давайте вернемся теперь к ребенку И почему именно ребенок подвержен большей степени опасности получения сотрясения внутренних органов Именно в тренировочном процессе дзюдо И как этого избежать? Ну, во-первых, сегодня распространено такое направление, как детское дзюдо Зачастую тренировочные занятия в детском дзюдо Происходят, в принципе, по такой же схеме, как и в любом другом дзюдо Зачастую, почему я так говорю? Потому что в большинстве своем тренера, которые работают с детьми малого возраста Спешат форсировать тренировочный процесс И уже практически с 5-6 летнего возраста Начинают обучать детей бросковой техники Что такое бросковая техника? Это значит, когда один человек проводит прием, в результате которого другой человек падает А значит, если он падает, то он ударяется о поверхность, то есть о пол Конечно же, в залах дзюдо существует мягкое покрытие под названием татами Но и оно не в должной степени содействует уменьшению травматизма Да, это не бетонный пол, не асфальт, не деревянный пол Но все равно получение сотрясения внутренних органов достаточно регулярное явление Еще раз хочу сказать, что оно, на первый взгляд, не видно Почему происходит такая травма? Потому что, когда один человек бросает другого, я повторюсь То партнер, который падает, он, конечно же, падает с достаточно большой высоты Зачастую метр, полтора метра С достаточно большой амплитудой движения С достаточно большим усилием То есть, это не самостоятельное падение человека А с помощью другого человека И при определенном усилии человек падает на землю В частности, на пол, на татами И происходит внутреннее сотрясение всего организма Здесь и не только внутренние органы, да Здесь мы говорим и о всем теле, в том числе и костно-мышечный аппарат Связки, суставы Неподготовленный ребенок Несозревший, физиологический Не обученный правильному падению, безопасному падению Конечно же, получает Так называемый эффект травмы И многие дети Не всегда говорят родителям о том, что у них После тренировок что-то болит А зачастую Не всегда это сразу проявляется Так что же делать? Как быть? Потому что проблема существует И она может не сегодня проявиться А проявиться через определенный промежуток времени Так называемые накапливаемые сотрясения Накапливаемые травмы Которые в результате регулярных, многократных падений Через определенный период времени Может быть это год-два Вдруг оказывается, что у ребенка Не на том месте, где должно быть сердце Не на том месте, где должны быть почки, легкие и так далее То есть имеется ввиду смещение этих органов А любое смещение этих органов В соответствии Значит, это уже нестандартное положение внутренних органов Которое может вести к определенным другим заболеваниям Неправильной работе этих внутренних органов К сбою работает целая система организма человека И как я уже говорил Основная проблема, конечно, это Начинается в детском возрасте Когда тренера форсируют тренировочный процесс Уже совсем с юного возраста Начинают обучать бросковые техники Недаром во всех учебниках Сказано, что первый этап специализации дзюдо Что такое специализация дзюдо? Это именно бросковая техника Первый этап Возраст 12-13 лет Это уже тогда, когда в принципе Больший процент внутренних органов уже созрел Уже укрепился внутри тела человека Плюс сам человек уже имеет некую, так сказать, физическую подготовку Понимает, что надо делать и как надо делать Поэтому уже в этом возрасте можно применять приемы Бросковые техники дзюдо Тогда мы можем уменьшить в значительной степени Травматизм с точки зрения сотрясения внутренних органов Еще раз хочу сказать, что внутренние органы Это и головной мозг Который очень важен и отвечает вообще За работу всего организма Это сердце, почки, легкие И так далее Так как же избежать Вот такого Эффекта, как В долгосрочной перспективе Выявление Вот таких вот опасных заболеваний Которые могут быть связаны с сотрясением внутренних органов Ну, во-первых Четко соблюдать Этапы физиологического развития Не форсировать тренировочный процесс И ни в коем случае Не обучать детей в возрасте Пяти, шести, семи, восьми и так далее До двенадцати лет Никаким бросковым техникам А если они и обучаются Каким-то приемом То только без конечной фазы То есть без самого броска Далее, конечно же, это обучение Правильному, безопасному падению Так называемой самостраховки Процесс этот не быстрый Процесс этот требует тоже длительного обучения Для того, чтобы ребенок смог освоить Эту технику максимально корректно И на самом высоком уровне С различных позиций Вперед, назад, влево, вправо, по диагонали Когда его толкают Когда он спотыкается через препятствие Через руку И так далее и тому подобное Есть много разных вариантов обучения Техники безопасного падения От простейших до сложных Обучая техники безопасного падения Мы укрепляем постно-мышечный аппарат Внутри которого лежат все внутренние органы Мы укрепляем тело ребенка Даем ему четкое понимание Как надо группироваться Как гасить силу удара Плюс мы обучаем С помощью определенных упражнений Как взаимодействовать с партнером Потому что есть упражнения Безопасного падения Выполняемые вместе с партнером Когда партнер подстраховывает падающего Один другого всегда идет подстраховка Таким образом Когда уже будет отрабатываться непосредственно Техника бросковая То тот, кто проводит техническое действие Будет понимать Что его задача не просто бросить своего партнера На татане А подстраховать То есть уменьшить сотрясение при падении На татане Сотрясение внутренних органов Получение травм Для партнера своего А это очень важно Это взаимодействие Это созидательный процесс Где два человека Обучаясь определенным приемам Которые достаточно сложно Координационные И имеют вероятность Получения травм Один или другой Поэтому здесь это все Нужно постепенно дозировать И в определенном возрасте Потому что в возрасте Конечно И 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10 лет Ребенок еще не в полной мере Осознает степень ответственности В том, что он делает Как проходит бросок Как ему надо стоять Какая должна быть постановка Ног, рук Чтобы не упасть вместе со своим партнером Зачастую падение происходит Бросковая техника происходит Есть такая сутеми ваза С падением Когда один падает на другого Это тоже достаточно опасная техника И, конечно же Может также увеличить Эффект получения травм Сотрясения внутренних органов Так что избежать Вот таких На первый взгляд Невидимых травм Можно только С помощью знаний Знаний о физиологии Знаний о Обучении техникам дзюдо И Постоянном контроле В тренировочном процессе Конечно же Рекомендуется Применять дополнительные Средства безопасности Для падающего партнера Это гимнастические маты Различной ширины Плотности Мягкости Которые позволяют Уменьшить Силу падения Гасить силу Удара тела О поверхность О татами Такие маты существуют Производят их Они очень часто используются Практически постоянно В залах дзюдо В Японии Помимо того Что в Японии Практически Все залы Так называемые Плавающие То есть Амортизирующие Как гимнастические Такие Полы Вот Которые так же Гасят силу удара Но в большинстве Залов Где я был Как в России Так и в других странах В основном Татами лежит На бетонном полу Максимум на паркете Конечно же Это не совсем То Что нужно Даже для взрослого человека Падать на такую Вот такую поверхность Очень Некомфортно Хотя Взрослый человек И даже профессионал Который уже Обучается Много-много лет Достаточно Будет комфортней Падать на Гимнастический мат Дополнительное средство Безопасности Особенно взрослые Когда Подростки Отрабатывают Достаточно амплитудные Силовые броски На скорость На силу Конечно же Здесь Нужно беречь Своего партнера Потому что Это все Даже И уже Достаточно подготовленные Люди могут Получить И получают Конечно же Сотрясение Внутренних органов Еще раз Хочу сказать Что любое падение Это Сотрясение Внутренних органов Особенно Если оно Не самостоятельное Падение А с помощью Кого-то Кто-то Разбросает В данном случае Это Приемы Дзюдо Есть Различные Варианты Различные Приемы С различной Амплитудой С различной Высоты Падения Падения Взрослый Человек Во время Тренировочного Процесса Получает Дискомфорт Не говоря Уже О детях Допустим Количество Повторений Бросков На тренировочном Занятии Оно может Варьировать От 10 До 100 Бросков И так Далее Поэтому Вы Можете Себе Представить Сколько Сотрясений На тело Приходится И на внутренние Органы И Такой Накопительный Эффект Как Отражается Если Тренировки Проходят У профессионалов Каждый день А если Или Два раза в день А у детей Два раза в неделю Это тоже Достаточно Или три раза в неделю Достаточно Сильное Напряжение На все тело Поэтому Давайте Мы будем Внимательно Относиться К своему Здоровью Особенно К здоровью Тех Кого Мы чему-либо Учим Это дети Дети Которые Приходят На занятия Должны Прийти Здоровыми И уйти Здоровыми Даже Визуально Если Мы не можем Вот Определить Да Мы как бы Можем Визуально Определить Что ничего Не словно А вот Определить Именно Сотрясения Внутренних Органов Достаточно Сложно Поэтому Надо Быть Внимательными И Аккуратными И соблюдать Все требования Гигиены То есть Безопасность На занятии Должна быть Мы должны Быть Бдительны Дабы Не навредить Своим Ученикам И Самому Себе В том числе Ну что же Вот Если У вас Есть Какие-то Замечания К этому Видео Может Какие-то Дополнения Можете Писать 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 В комментарии В заключении Хочу сказать Что я В свое время Интересовался У Известных Специалистов В области Дзюдо И Самбо И Хотел узнать Проводились ли Исследования О Травматизме Таком Сам Найти В Интернете Единственное Я Нашел Информацию Значит В Японии Были Такие Исследования И Они Да Подтверждаются Что Существует Сотрясение Внутренних Органов Поэтому Обучающий Процесс Должен Быть Скорректирован Таким Образом Чтобы Уменьшить Вот Это Сотрясение Внутренних Органов Которые И И Далеко Идущие Последствия Мы Говорим И О Сотрясении Головного Мозга И О Сотрясении Сердца Печени Плочках Легких И Так Далее Поэтому Еще Раз Хочу Вам Сказать Будьте Внимательны К Своим Ученикам И К Себе С Вами Был Роман Карасик И Это Планета Дзюдо